Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Благодаря неравнодушному гомельчанину задержан нетрезвый водитель. Очевидец сообщил дежурную службу ГАИ, что по улице Осипова движется авто Хёнде белого цвета под управлением пьяного водителя. Экипаж выехал по ориентировке. Водитель заметил сотрудников ГАИ и заехал на парковочную площадку супермаркета, чтобы скрыться незамеченным. Но правоохранители перекрыли дорогу служебным автомобилем и задержали мужчину. Нарушителем оказался 42-летний житель Мозорского района, взявший автомобиль в аренду и работающий водителем такси в областном центре. Задержанный признался, что употреблял спиртное, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. К слову, 12 лет назад мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе к уголовной. В Октябрьском районе ищут потерявшегося мужчину 1939 года рождения. Вчера он ушел с железнодорожной станции, деревня Черные Броды, влез за грибами и заблудился. В настоящее время его местонахождение неизвестно. На поиски направлены сотрудники Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, РОВД и лесного хозяйства. За минувшие сутки в Гомельской области зарегистрированы семь пожаров, в результате которых повреждены пять строений и легковое авто. К счастью, обошлось без пострадавших. В деревне Домановичи Калинковического района горела квартира на втором этаже кирпичного жилого дома. Огонь повредил имущество. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Вероятно, по этой же причине загорелся и деревянный дом в деревне Синично-Будокошелевского района. В результате повреждена кровля, стены и имущество. Еще несколько пожаров в Гомельской области произошли в результате природных факторов. Хищение топлива на сумму более 7 тысяч рублей. Преступление совершила жительница Реческого района. В конце прошлого года 39-летнюю женщину назначили на должность заведующей складом горюче-смазочных материалов одного из сельхозпредприятий. А в июле правоохранителям поступила информация о пропаже топлива. Оперативная проверка ее подтвердила. Как выяснилось, подозреваемая познакомилась с предпринимателем из соседнего района, который был заинтересован в приобретении более дешевой солярки. Мужчина несколько раз в неделю приезжал на машине к забору предприятия, куда доставлялся товар в 10-литровых канистрах. Один литр стоил ему рубль 25 копеек, в то время как на АЗС рубль 78. Такой преступный конвейер работал с марта по июль. Всего заведующая складом вынесла с территории предприятия почти 4 тонны топлива. Как пояснила подозреваемая, к совершению преступления ее подтолкнул развод с мужем, проблемы с алкоголем и финансами. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату в крупном размере. К покупателям ворованного госимущества правоохранители тоже имеются вопросы. И их зададут, как только он вернется в страну. В Гомеле ребенку зажала руку в турнике. Потребовалась помощь спасателей. ЧП произошло на детской площадке по улице Богдановича. Мальчик 2010 года рождения защемил кисть правой руки между трубами металлического турника и самостоятельно освободить ее не смог. Помогли спасатели специальными слесарными инструментами. Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь 4.